Всего на один день аэродром Южный превращается в площадку для одного из самых крупных фестивалей города Смоленский Звездопад. И, конечно, гости ожидают красочное пиротехническое шоу, но организаторы отвечают, что оно обязательно будет, как только стемнеет. Ну а пока мы со съемочной группой прогуляемся по фестивалю и посмотрим, как же настроение у гостей. 24 сентября 2011 года в Лопатинском саду состоялся первый фестиваль фейерверков «Смоленский Звездопад». С этого момента прошло 7 лет, и каждый год фестиваль становится все масштабнее и масштабнее. Теперь это интерактивная площадка с большой концертной программой, спортивными соревнованиями, детским парком развлечений, с точками общепита, мастер-классами, ориентированными на семейный отдых. Порядка 12 тысяч гостей собрал фестиваль в этом году, причем многие приезжали из других городов и даже стран. У фестиваля «Смоленский Звездопад» есть и особая важная миссия. Он помогает развивать Смоленскую область как туристический регион. В любом случае, откуда бы ни приезжали гости на фестиваль, у всех было прекрасное настроение и ощущение праздника. «Мы сегодня пришли на фестиваль с моей подругой, доченькой». «Остроение потрясающее, нам очень нравится, здесь очень красиво». «Я жду фейерверков и думаю, что будет весело». «Хотим зарядиться позитивом, впереди осень, я думаю, что воспоминания грели целый год». «Были безумно удивлены в том году, когда первый раз попали сюда, такой красоты не видели никогда и нигде». «Мы приехали с города Пскова специально на Звездопад, решили посмотреть первый раз и думаем, нам понравится, здесь весело». «Настроение супер, погода супер и вообще жить хорошо». «Ну и ждем великолепного зрелища». Уже второй год фестиваль носит международный статус. В этом году в программе было заявлено пять команд, две команды вне конкурса. Казань – победитель прошлого года и хозяин фестиваля – специализированный магазин пиротехники «Дядя Гриша». А вот в конкурсной программе принимало участие три команды – Белоруссия, Норвегия и Китай. Ну а пока зрители ожидали пиротехническое шоу, на сцене выступали творческие коллективы и музыкальные группы, а также разыгрывались ценные призы. Как только стемнело, в небе засверкали и первые огни фейерверков. В этом году программа выступлений была разделена на две части. Первая часть – обязательное выступление команд под названием «Гранатовая россыпь». В ней использовались только красные и белые серебряные цвета. Вторая часть – произвольное пиротехническое шоу с темой и описанием фейерверка. В итоге после подсчета баллов первое место, а также приз зрительских симпатий, завоевала команды из Китая. Второе место – у белорусов, третье – у команды из Норвегии. На самом деле мы показали все самое лучшее на этом шоу, но другие команды тоже очень хорошие. После того, как отгремели последние залпы фейерверков, гости фестиваля признавались, что покидают площадку с грустью. Ведь такое шоу можно увидеть только раз в году и именно на этом фестивале.